Вячеслав Чернов 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 Через минуту поплавка на месте не оказалось. Он сместился в сторону, потом вдруг нырнул, а еще через минуту небольшой карасик трепыхался, отливая бронзой на берегу среди пожелтевшей травы. Все это казалось противоестественным. Конец октября, теплый солнечный день и такой неожиданный клев. Вскоре попался еще один и еще. У сына рыбалка не ладилась, но когда он сместился на самую отмель, где солнце заметно прогревало воду, пошли караси, причем покрупнее моих. Видимо, именно тепло привлекало их на подогреваемую солнцем отмель. На противоположном берегу, чуть в стороне, среди обнаженных корней коряк появился темно-бурый зверек, ловко проскальзывающий в хитросплетение корневищ и периодически исчезающий между ними. Затем он появился в отдалении, стремительно забрался на ветки, росшие над водой полусгнившие ивы и вскоре исчез из нашего поля зрения. Короткий оседний день клонился к вечеру, и мы, собрав свои снасти, уехали домой. Через день я вновь вернулся на это озеро. Осень явно брала свое, дул хотя и теплый, но порывистый юго-западный ветер. С северо-запада надвигалась рыхлая облачность, постепенно затягивающая все небо. Солнце лишь изредка прорывалось к грустной серо-желтой высохшей земле. По озеру бежали мелкие барашки волн. Лишь у южного его края, где от ветра озера заслоняли берег и кусты, вода была гладкой. На противоположном берегу, прямо против меня, появился тот же или точно такой же зверек. Нас разделяло не более 20 метров, но он не реагировал на мои хождения по берегу, ни на взмахи удилищем, и бой косновал среди коряг, а затем бесшумно соскользнул в воду и поплыл на отмель, где, опустив голову, что-то долго выискрило под водой. Затем выбрался на берег, устроился между веток и начал поедать какое-то лакомство. Съев его, вновь отправился к отмеле, иногда полностью скрываясь в глубине. Погружался в воду и вынырил, взрек совершенно бесшумно. Поохотившись, возвращался на свое место и аппетитно поедал добычу. Осенний серый день не позволял разглядеть, что же он приносил с отмели. Вскоре небо окончательно затянулось низкой облачностью. Начал накрапывать дождь, и я, собрав свои снасти, уехал домой. Вечером, открыв многотомное академическое издание «Жиз животных», на одной из цветных вкладок нашел именно того зверяка, который днем видел на озере. Это была норка. Правда, какая европейская и американская, определить было трудно. По описанию они отличались только величиной. Американская покрупнее, европейская размерами поменьше. Обитают они действительно по закореженным берегам водоемов. Ловко лазают по деревьям, отлично плавают и ныряют. Охотятся на раков, моллюсков, рыбу, водяных мышей и даже андатру. Образ жизни ведут довольно скрытный. Получается, мне повезло. Повезло и с рыбалкой в такую позднюю, глухую, осеннюю пору. И с близкой знакомства с таким необычным и скрытно представителем нашей степной природы. О котором я знала раньше, но только поротникам, шапкам и шубам. В этот день она, норка, поверила мне, человеку, демонстрируя себя во всей своей естественной красе. Не пугаясь и не скрываясь от меня. И так захотелось, чтобы люди смогли понять и оценить это доверие. Отчего наша природа станет, наверное, только богаче, разнообразнее и красивее.